Всем здарова ребят, сегодня я вам за маленький промежуток времени без какой-либо воды помогу оптимизировать вашу игру и винтус до такого состояния, что когда вы включаете компьютер, он у вас сразу же улетал в окно и возвращался. Скажу так, я уже делал подобный видеоролик месяц назад, но сейчас я нашел новые способы как повысить ваш фпс до неузнаваемости. Также ролик очень сильно поможет особенно тем, кто играет на слабых пк, так что я желаю всем приятного просмотра и аппетита кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда абсолютно в каждом видеоролике я разыгру по 2000 маджайси коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину вип. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой слэшпромомосквин. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что ребят, сейчас мы займемся оптимизацией вашей игры и Windows в целом для хорошей и плавной игры на Majestic, да и в принципе других игр. Ведь способы, которые я вам сейчас покажу, в целом ускорят работу вашего компьютера для всего, чем вы занимаетесь. Напомню вам, что месяц назад я выпускал подобный видеоролик, который так или иначе будет задействован в этой оптимизации. Он будет идти как дополнение к этому. Если вы хотите добиться наилучшего результата, то он вам тоже пригодится. Об этом я расскажу в процессе видеоролика. А пока закрываем вашу GTA-шку и погнали на рабочий стол. Первым делом переходим в мой дискорд по ссылочке в описании. Там кстати много различных розыгрышей на коины. Ну а также таблицы, карты, гайды, которые тебе очень сильно помогут на Majestic RP. Так вот, в разделе Boost FPS будет ссылочки на скачивание архива, который сегодня будет задействован. Качаем его по удобной вам ссылке, оставлю их несколько, дабы не было проблем со скачкой. Сразу скажу, что данный архив делал не я сам, а позаимствовал его у ютубера по CSGO. При этом дополнил его чуть от себя. Но лично я все проверил и могу за него ручаться. Но вам нужно обязательно досмотреть ролик до конца и вы поняли, что можно делать, а что нет. Чтобы потом не возникало вопроса, почему у меня взорвался компьютер. Это конечно все шутки, но очень важно досмотреть и слушать меня внимательно. Ведь если сделаете что-то не то, будет не очень хорошо. Итак, скачали архив, переносите ее на рабочий стол, открываете и тут мы видим сразу же несколько папочек. Начнем пожалуй с первой. Называется она Max Power. Открываете ее, просто открываете данный регидит, у вас открывается максимальная производительность. Максимальную производительность вы можете поставить, если зайдете в пуск и напишите электропитание. Так, открываем. И как видите, тут у вас будет такая схема. По дефолту она стоит сбалансированная, либо высокая производительность, но вам нужно открыть именно максимальную. Максимальная стоит, как видите, и у меня. И она вам даст очень хороший такой буст. Но это еще не все. Следующая папка называется локалка. Отключаем сразу же третий пункт, отключить вот это вот значение и смарт-скрин. Это вам, поверьте, точно не нужно. Первые два файла вам не нужны. Это сделать локальный аккаунт и учетные записи пользователей. Это вам не нужно. Просто закрываем дальше. Следующая третья папка C++ и DirectX. В ней просто находятся установщики директории и Visual C++. Я уверен, что они у вас уже установлены, иначе вы просто бы не зашли в GTA. Но можете на всякий случай просто установить еще раз. У вас просто обновится директория, Visual C++ и в принципе все. Следующая четвертая папочка параметры винды. Открываем ее, и тут мы видим несколько значений, которые вам нужно будет проделать. Ну слушайте внимательно. Начнем, пожалуй, с последней. Отключить сбор данных, планировщики, задачи и так далее. Это все вот понятно. Открываете ее, просто нажимаете любую кнопку. Я это делать сейчас не буду, потому что я это все проделал. И очень важно, ребят, то, что вы сейчас проделаете, 100% не нужно еще раз это включать и так далее. Потому что это может испортить вашу систему. Вам достаточно один раз проделать все то, что я вам покажу в виде ролики. И в принципе забыть, пока у вас не устанавливается новая винда. Далее выключаете прозрачность, открываете данную пункт и выключаете это, если вам нужно. Это не сильно как бы влияет, но это в принципе так чисто настройки винды и так далее. Дальше выключаете вот этот SysMain. Далее выключение индексации, я не знаю, что это такое, поэтому просто не трогаем. Далее отключаем выключение залипания клавиш, это вам тоже нужно. И дальше включаем GameMod. Открываете данное значение и ставите игровой режим, если он еще у вас не стоит. Далее параметр быстродействия. Открываете его. Тут мы ставим особые эффекты и ставите галочки, как показано у меня на видео. Далее мы видим папочку отключить защиту, открываем его и тут мы видим несколько значений. И ребят, очень важно, если вы просто на каких-то сайтах лазите и так далее, скачиваете ненужные какие-то архивы, всякие редуксы, вообще не понять где, то лучше ребят этого не делать, потому что очень сильно можете навредить вашему компьютеру. Но если вы умный человек и аккуратно пользуетесь виндоусом, то советую отключить данные значения, потому что это очень сильно нагружает ваш компьютер в дефолтом состоянии. Выключаем уведомления защиты, отключаем бродмаузер, отключение спектр, мелдаун, tcx, это тоже все отключаем. А также отключаем антивирус виндус, потому что он очень сильно жрет ваш фпс. Но также есть тут папочка возврат, которую если что, в любой момент вы можете все сделать по дефолту, как у вас было. Следующая пятая папка очистка дисков. Открываете ее, дальше мы видим включить trim, включаете. Дальше мы видим папку скачанные файлы обнов, открываете ее, выделяем все, что тут находится и удаляем. Это вам поверьте не нужно. Дальше что, также делаем с временными файлами номер 1 и номер 2. Открываете первую папку, выделяете это все, удаляете и ваша система диски просто очищается. Шестая папка, выключаем бесполезные обновы винды. Смотрите, очень ребят слушайте внимательно. Отключайте обновления виндуус, также можете их потом включить. Но ребят, имейте ввиду, если вы это делаете, то, как вы видите, будут проблемы при установке панели управления Nvidia. Это вам точно не нужно, поэтому я предлагаю данный пункт просто скипнуть. Седьмая папка, твики, открываем ее и запускаем каждый файл по очередности. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и проделываете абсолютно с каждым. Это обычный файл и реестр, который очень сильно вам помогут. Но если вы хотите все сделать по дефолту, тут есть возврат твиков. Открываете ее и просто все возвращаете по дефолту, как у вас было до этого. Восьмая папка, оффаем ненужные службы. Открываете ее и запускаете вот эти вот два файла по очередности. Ну и также по дефолту вы можете потом все вернуть. Девятая папка, MSI Mod Tool. Это получается автобернер, который предназначен для разгона вашей видеокарты. Я вообще не знаю, как им пользоваться и вам не советую, потому что ваша видеокарта просто-напросто может сгореть, если вы сделаете что-то не то. Поэтому не стоит сюда лезть, если вы не разбираетесь. Десятую папку автозапуска мы просто скипаем. Одиннадцатая папка, кастомное электропитание. Заходите в нее. Помните, мы ставили максимальную производительность. Но если вам этого мало, можете поэксперентировать и поставить новое значение. Bitsum High Performance. Можете поставить, посмотреть, потестить и так далее, но для меня максимальная производительность это уже хорошо. Тринадцатая папка, настройка NVIDIA. Открываете ее, тут мы видим несколько скриншотов, которые вы можете сделать просто под себя. Выбираете процесс вашей GTA-шки и делаете все параметры, как показано тут на скриншоте. Проделываете это с каждым значением, как показано тут именно в скриншотах. Ну и последняя папка, мем редукт, очистка оперативки. Открываете ее, устанавливаете данный архив. У вас будет такая вот мини-менюшка, очистить оперативную память. Делаете это раз, там, я не знаю, два раза в день, когда вы играете на том же Majestic и так далее. Если у вас пропадают текстуры, просто нажимаете очистить вашу память и у вас все будет классно. Поверьте мне, это очень хорошее приложение, которым я в свое время пользовался, когда у меня было все плохо по оперативке. После всего проделанного из данного архива, для лучшей оптимизации и полной настройки, вам нужно перейти по подсказке в правом верхнем углу на видеоролик. Это, кстати, тот самый ролик, про который я и говорил. И точно так же внимательно проделываете все то, что показано в нем. И тогда я вас уверяю, вы вообще офигеете от конечного результата. Поверьте мне, такой настройки вы точно нигде не видели. Еще раз повторюсь, это важно. Ко всему, что мы проделали сейчас, делаем, как показано во втором видеоролике. Также обязательно пишите в комментариях результат. Для меня это очень важно. И особенно для тех, кто только зашел на видеоролик, и людям важно понимать, что действительно способы рабочие. Ну и буду благодарен вашей подписке, лайкам и, соответственно, комментариям. Ну и, конечно же, подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне вконтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи. И пока.